Здравствуйте, меня зовут Игорь Чегачков, я фотограф и основатель Академии фотографий в Харькове. И я расскажу об образовании в сфере визуальных искусств в Украине. Прежде чем я расскажу о самой школе, я немного скажу о своем бэкграунде, о том контексте, в котором все начиналось. Мое увлечение фотографии началось с того, что я попал в сферу репортажной фотографии. И изначально, когда я начинал фотографировать, я не понимал ни то, что фотография, на что она способна, и что я бы сам хотел делать. Я просто очень любил фотографии. И когда я стал заниматься репортажной съемкой, с одной стороны, для меня это была очень хорошая школа, прежде всего техническая. С другой стороны, я делал это с некой неудовлетворенностью, чувствуя, что фотографий можно намного больше. Но в Харькове у меня не было возможности понять, что можно делать с помощью фотографии, где учиться, и не было никакого сообщества, в котором я мог развиваться. Потому все сообщество, в котором я рос, это было сообщество фото-журналистов, где разговоры больше велись о технике и о каких-то базовых вещах, и ни в коей степени ни о художественной ценности фотографии. Так продолжалось какое-то время, пока я не познакомился с фотографом Романом Пятковкой. То, что я о нем знал, это то, что это фотограф, который выставляется в музеях, чьи работы есть в коллекциях частных и музейных, и которые занимаются художественной фотографией. То есть это что-то, что мне тогда было абсолютно непонятно. Ведь я знал, что такое снимать для журналов, что такое снимать для музеев, это был какой-то совершенно другой мир. Мне не знакомо, и потому я пошел познакомиться с Пятковкой, чтобы узнать, что же это за фотография. И к тому моменту я, кроме репортажной съемки, уже начинал экспериментировать с какими-то своими личными проектами, но при этом я не понимал, что это, и даже это сложно назвать проектами, это было бы просто какие-то наборы фотографий. И когда я познакомился с Пятковкой и показал ему фотографии, он мне сказал две вещи. Во-первых, он говорит, что он мне сказал, что ты художник, и тебе нужно заниматься художественной фотографией. А второе, это очень похоже на харьковскую фотографию. И когда он это озвучил, я даже... Мне в какой-то момент показалось это даже не морочко обидным, потому что представьте, я находился в той среде, где харьковская фотография, мне казалось, какой-то фотография либо свадебной, либо вот этой вот коммерческой, странной, репортажной и так далее фотографии. То есть я даже не представлял о том, что Харьков знаменит и богат своей традицией художественной фотографии. И когда Пятковка меня познакомил с работами Бориса Михайлова, Евгения Павлова и многих других, я понял, что Харьков это абсолютно уникальное место, и так странно, что в нем произошло так много, но об этом почти никто ничего не знает. И немного о харьковской школе фотографии. Интересно то, в каком контексте она развивалась. Из-за того, что тогда официально фотографии как художественного медиа не существовало, и были какие-то любительские фотоклубы, и был журнал «Советское фото», который не был особенно интересен, да, с этой точки зрения, то вот в этих фотоклубах организовывались какие-то, ну, что-то вроде любительских кружков. И там появились люди, Борис Михайлов, Евгений Павлов, Олег Малеванный, Юрий Рупин, которые вдруг поняли, что фотография может быть совершенно другой. И они начали делать такие вещи, которые в Советском Союзе было делать неудобно. И, например, нельзя было снимать обнаженное тело, они это делали. Конечно же, не было каких-то студий или что-то еще, они это делали всегда дома. Они это делали, используя не самое лучшее оборудование, потому что не было хорошей техники. И то, что говорил Борис Михайлов, что в некачественной стране не может быть качественной фотографии. И он вывел эту эстетику плохого изображения на какой-то новый уровень, он сделал это новой эстетической категорией. И вот это, с одной стороны, не очень хорошее качество фотографии, с другой стороны, постоянные эксперименты с тем, чтобы с самим языком фотографии, потому что им было важно показать, что фотография — это искусство. Это вроде бы что-то, что было очевидно для другой части мира, но в Советском Союзе было важно об этом говорить. Они раскрашивали фотографии, они делали какие-то наложения, делали коллажи. Там было множество интересных технических приемов, там было много такой работы, связанной с протестом против нынешней системы, и это выражалось и через обнаженное тело, и через какие-то другие шаги. И было множество интересных экспериментов с самим языком фотографии. И вот это то, что развивалось в Харьковской школе фотографии. И сейчас сложно говорить о том, существует ли Харьковская школа фотографии до сих пор, есть споры об этом. Но то, что многие наши студенты вдохновляются Харьковской школой и продолжают какие-то их традиции, продолжают какие-то ходы, связанные с экспериментом с самим языком фотографии, с исследованием очень личных тем. Опять-таки, это не особая приверженность к вылизанности картинки, к качеству, что, конечно же, не всегда. То есть у нас многие студенты снимают действительно хорошо, но есть те, которые прониклись этой идеей плохого качества, все еще это используют. И мне очень интересно то, как развивается, как влияет эта традиция, которая какое-то время, как будто бы была в забытии, и мало кто об этом говорил. То есть сегодня она действительно продолжается в каком-то... Я не стану говорить, что Харьковская школа фотографии продолжается в новой волне, но то, что она вдохновляет новых художников, это однозначно. И сейчас ситуация немножечко поменялась, потому что о Харьковской школе фотографии стали говорить больше. Появились книги, открылся музей фотографии, есть много исследований, лекций, но тогда этого всего не было. И даже сейчас я у многих студентов спрашиваю, которые приходят на курс, знаете ли вы что-нибудь о Харьковской школе фотографии? И большинство ничего не знает. Суть в том, что у нас было очень мощное движение андеграундной арт-фотографии, о которой мало кто знает. Точнее сейчас знают больше людей, но мне все еще кажется, что недостаточно. Можно прочитать отдельную лекцию и не одну о Харьковской школе фотографии. Это Борис Михайлов, о котором можно говорить бесконечно много, Евгений Павлов, Олег Малеванный и многие-многие другие. Но вот я останавливаюсь скорее на трех фотографах. Это Борис Михайлов, Евгений Павлов и Роман Пятковка, потому что они больше всех на меня повлияли. Роман Пятковка из-за своей публичной деятельности, из-за того, как много он делает для развития фотографии, он повлиял на очень многих. И это очень здорово, что кроме того, что он является известным художником, он также очень много говорит о фотографии и подталкивает молодых студентов что-то делать. Борис Михайлов – это тот человек, который известен больше других, хотя все еще недостаточно. И это тоже очень интересная история. То есть у нас есть человек, который представляет не только украинскую фотографию или харьковскую фотографию, он представляет украинское искусство во всем мире, и во всем мире он намного более известен, чем в Украине и в Харькове. И это то, о чем, конечно же, нужно говорить. Что у нас, среди нас есть художник мирового уровня. Ну, как среди нас, он уже живет в Берлине. Но, тем не менее, вот есть художник мирового уровня, которого мало кто знает. И так вышло, что у него фотография настолько, как мне кажется, непростая, что кроме того, что ему нужно рассказать и показать, нужно еще и объяснить и контекст, и то, почему эта фотография так хороша. Потому что я, когда впервые столкнулся с фотографией Михайлова, будучи натренированным коммерсийским фотографом, я не понял, что это вообще такое. Как так можно? И это же... У меня как будто бы не было инструментов для работы с подобной фотографией. Она меня полностью обезоружила. И мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, что такое Михайлов, и чтобы научиться о нем говорить. И когда я понял, что кроме Бориса Михайлова, абсолютно гениальнейшего художника, который сделал невероятно много для украинской фотографии, кроме Бориса Михайлова у нас была целая школа, было множество прекрасных фотографов, это абсолютно удивительно. И так странно, что об этом мало кто говорит. И, конечно же, это было связано с тем, что это было неофициальным движением, оно было таким антеграундным. И то, что происходило тогда, видимо, и потому было не так известно в Украине, потому что Михайлов, в отличие от других, он смог прославиться во всем мире. Он вовремя уехал, он показывался, он выставлялся в тех институциях, которые помогли ему стать известным. У нас же институций не было, и сейчас их не особо много. И потому те художники, которые остались здесь, и которые не выставлялись много, они так и остались менее известными. Хотя там есть какие-то абсолютно гениальнейшие вещи. И прежде всего мне хочется говорить, конечно, о Евгении Павлове. Евгений Павлов, о нем сейчас уже говорят намного больше. Я очень этому рад, потому что это абсолютно уникальная личность фотографии. И кроме того, что он из себя представляет как художник, многого стоит опыт диалогов с Павловым, потому что этот человек настолько глубоко мыслящий, который задает такие удивительные вопросы миру, и тут же на эти вопросы находит совершенно удивительнейшие ответы. И мне бы очень хотелось, чтобы этот опыт диалога с Евгением Павловым был более доступен, потому что Евгений достаточно интровертен и закрыт. И я его прекрасно понимаю, поэтому я никак не настаиваю на том, чтобы он становился более публичным. Тем не менее, я все-таки очень хочу сделать так, чтобы он преподавал у нас в Академии. И вот оказалось, что есть в Харькове уникальный контекст, о котором мало кто знает. И так странно, что художественная фотография в Харькове как будто бы не то чтобы умерла, но она как будто бы притихла. У нас было очень мало каких-то новых художников, потому что в большей степени диалог о фотографии в Харькове строился вокруг коммерции. По крайней мере, я был в этой среде. Я все еще, кстати, знаю, что эта среда есть, просто я от нее так отдалился, и мне кажется, как будто бы в Харькове очень много говорят о художественной фотографии. Но это не так. У нас есть вот эта одна институция, ну, уже немножко больше, где эти диалоги есть. Но я вот недавно наткнулся на чат фотографов, где-то около 300 фотографов, которые достаточно скептически относятся и вообще ничего как будто бы не понимают о том, что происходит. То есть они все еще рассуждают о фотографии на уровне диафрагмы выдержек. И это, конечно, очень грустно, что фотография все еще живет и в таком ключе. И осознав, что мы находимся в той ситуации, где происходило очень много, но мы об этом ничего не знаем, мне захотелось это менять. К этому также подключился мой опыт преподавания, который был первое время тоже достаточно странный, как и моя карьера фотографа, потому что пока я занимался репортажной фотографией, я не совсем верил в такую фотографию и достаточно быстро мне разочаровался. А что касается образования, меня пригласил мой знакомый преподавать в одной фотошколе. И я долгое время преподавал там какие-то сначала технические языки, потом это был курс композиции. И вроде бы я обучаю людей фотографии и даже обучаю их так, как я по каким-то книгам, статьям. То есть я вроде бы понимаю, что так обучать нужно. Но чем больше я это делал, тем больше я понимаю, что все, что я рассказываю, я сам это никогда не использую. И поскольку у меня на тот момент начались какие-то выставки, какие-то проекты международные, я стал намного больше видеть фотографии той, которая есть в мире. и все больше понимать, что то, как я преподаю фотографию, я не верю в подобное преподавание. Я не верю в то, что фотографию можно преподносить как набор технических навыков и как набор каких-то формул, следование которым вам даст хороший результат. Но все образование было таким. И это был потрясающий опыт. С одной стороны, мне стало легче в целом взаимодействовать с людьми и преподавать. С другой стороны, я понял, как не нужно это делать. Мне очень близка идея, что фотография это не столько способ что-либо утверждать, сколько способ познавать мир. Хотя я не навязываю эту идею. Я скорее просто говорю о том, и это не новое, конечно, утверждение, что фотография это язык. И тут очень приятно проводить какие-то аналогии с литературой или с тем языком, на котором мы говорим. И, опять-таки, язык скорее определяет образ нашего мышления и образ взаимодействия с миром. И фотография это удивительнейший язык. Мне бы хотелось учить тому, что такое размышлять на языке фотографии, на визуальном языке в целом. И так я открыл Академию фотографии, где сразу же мы заговорили о том, что мы не будем учить техники, а мы говорим о том, что такое видеть как художник. Я обратился к Роману Пятковке, чтобы он читал отдельный курс. И изначально так было. Изначально наша Академия строилась на том, что есть курс художественной фотографии, который веду я, и есть курс концептуальной фотографии. Это некое углубление и сужение того, о чем говорю я. Тут еще важно понимать, что я совершенно точно не бизнесмен, и не организатор, и не менеджер. И никак не хотел связываться с какими-то инвестициями или с чем-то, чтобы усложнило эту задачу. Потому все происходило достаточно, не то чтобы на коленках, но очень просто. Я очень хотел транслировать вот это новое видение, новое для Харькова фотографии. И с одной стороны я обратился к Питковке, зная, что будет еще преподаватель, который поможет мне это делать. Я обратился к галереям в Харькове, чтобы снимать у них пространство. И с одной стороны это было важно, потому что мы вводили студентов в контекст искусства сразу, мы занимаемся среди выставок. С другой стороны у меня появилась возможность платить институциям, которые в Харькове не зарабатывают особенно много, потому что галерея в Харькове, у нас не то чтобы они продают что-то, и вот эта возможность также поддерживать важное пространство для культуры, мне показалось это хорошая идея. Получается, что мы так с двух сторон, мы и упростили себе задачу, и ввели студентов в пространство искусства, и поддержали институции. И вот таким вот образом мы набрали первый курс, который на удивление набрался, мы набрали людей намного больше, чем планировали. Получилось так, что мы рассчитывали на одно количество, пришло вдвое больше людей, и нам пришлось изначально сделать две группы утреннюю и вечернюю. И я сразу понял, что это работает. То есть в Харькове очень люди были голодны по чему-то подобному, но не было возможности до этого обучаться иначе. Я еще вспоминаю одну историю, которая меня сильно удивила, когда у меня была первая выставка в Париже, и я абсолютно не знал о том, как фотография живет в других странах. Меня удивило две вещи. Первое, что там есть библиотека, которая посвящена только фотографии, то есть там огромное количество книг и фотографий, я даже не знал, что о фотографиях только написано. Я думал, ну так, понятно, что много написано, например, о живописи, но фотографий молодое искусство, наверное, книг не очень много. И тут, когда я узнаю, как много об этом издано и как мало до нас добирается, я сознал, что просто мы живем, как будто бы в некой замкнутой среде, и до нас не доходит вся эта информация. И даже интернет знает не все. И другая история, которая меня удивила, я с полицейским разговорился о фотографии, и оказалось, что он прекрасно знает, кто такой Cartier-Bresson и многие другие. И у нас в Харькове еще недавно о Cartier-Bresson не знали даже те, кто занимается искусством. И это какая-то очень странная история, как будто бы фотография всегда была вне контекста искусства. И почему все знают Пикассо, и почему не все знают Cartier-Bresson? Мне казалось, что это точно та ситуация, которую нужно исправить. Для меня очень важно сформировать насмотренность и понимание того, что такое фотография сегодня. И поскольку мы говорим о визуальном языке и о его особенностях, тут легко уйти в какой-то набор вот этих базовых формул, типа правила третьей или золотой сечения или что-то еще. И, конечно же, мы эти вещи рассматриваем, но мы тут же говорим о том, когда это не работает. И это не работает очень часто, потому что как только мы начинаем смотреть современную фотографию и разбирать ее по этим формулам, мы тут же сталкиваемся с тем, что почему-то этих формул здесь нет или как-то они работают иначе. И потому мы не столько говорим о правилах композиции или чего-то подобного, мы в целом говорим о том, какие особенности визуального языка, что можно с помощью этого языка делать, какие уже существовали важные проекты или важные художники в сфере фотографии и формируем некую насмотренность. Таким образом, мы думаем скорее о том, то есть можно поделить на два таких главных пласта, с которыми мы работаем. Первый – это что такое хорошая картинка, что такое хорошее изображение, как его достичь. И второе – как с помощью этих изображений формировать более широкое высказывание, как работать с проектами, как работать с сериями, как потом это выставлять и так далее. И я свой курс строю на этом. Это курс, который раньше был три месяца, теперь мы его сократили до двух. Скорее просто потому, что удалось как-то оптимизировать эти процессы. И, конечно же, он меняется с каждым годом все больше, но основа вот это – это формирование насмотренности, понимание того, что можно делать с фотографией. Это, конечно же, работа над проектами самих студентов. И вот так вот устроен мой курс, который потом переходит плавно в курс пятковки для тех, кто хочет продолжать, и они углубляются уже в какую-то другую, более узкую, наверное, сферу фотографии. Это концептуальная фотография. Это уже больше работа над проектами. И это какой-то совершенно другой язык. И тоже это чертовски интересно. Первое время обучение было выстроено так, что я совершенно не хотел говорить о технике. И, как сейчас, мне кажется, это было связано с каким-то личным травматичным опытом прохождения через огромное количество диалогов о технике и в целом формулирование обучения фотографии таким образом, что фотография – это набор технических навыков. И потому я лишь немного затрагивал какие-то аспекты того, что такое объективы и так далее, но в целом о технике почти не говорил. Но чем больше мы углублялись в преподавание о том, что такое фотография как искусство, тем больше я понимал, что какие-то технические аспекты тоже важны. Потому что многие студенты приходили, снимали на телефон, им, например, не нужно было изучать что-то более глубоко. Другим же это было интересно и важно. И в какой-то момент мы решили, что мы будем затрагивать и технику тоже. Причем сейчас я еще вспоминаю, что одним из аспектов того, почему я не хотел учить техники, потому что все школы фотографий в Харькове учат именно этому. Мне казалось, зачем нам повторяться? Но тут же я осознал, что пока люди учатся технике в других школах, они параллельно обучению техники себе могут еще быстро испортить вкус и начать делать что-то совершенно другое. Потому я понял, что нам тоже важно этому учить. И мы не так давно открыли какие-то базовые технические курсы, которые связаны и с цифровой фотографией, у нас есть отдельный курс аналоговой фотографии, появился даже курс портретной фотографии, что изначально казалось бы, что-то совершенно другое. Но у нас прекрасный фотограф, прекрасный преподаватель, который может говорить и о коммерческой фотографии так, что она может стать искусством. То есть из вот этого изначального посыла о том, что фотография – это искусство, мы расширяемся в самые разные области того, то есть мы в целом хотим учить тому, что такое говорить на визуальном языке. И даже если люди в какой-то момент захотят заниматься коммерцией, а в любом случае, так или иначе, скорее всего, художникам придется делать какие-то коммерческие вещи, то мы это тоже хотим покрыть и тоже этому обучать. Ну и в целом, понимая, вспоминая тот путь, через который я проходил, я понимаю, что то, как я учился фотографиями, это было долгое, не то чтобы мучительное, но все же слишком долгое самообучение. И сейчас оно было с тем, что я не всегда понимал, куда смотреть, как это правильно анализировать, и периодически уходил куда-то не туда. И я даже начал, вероятно, не с того, потому что я не понимал, что такое художественная фотографиями сегодня. И, наверное, академия – это тот способ сильно сократить это время и обучаться намного быстрее, потому что сегодня информации много, и это значит, что преподавание, вероятно, не должно больше сходиться к тому, чтобы просто что-то рассказывать. Это какая-то попытка правильно систематизировать знания и дать правильные ключи к тому, как эти знания употреблять, то есть, как эту фотографию потреблять и как понимать, почему это хорошо. Поэтому я стараюсь свой курс сделать таким образом, я рассказываю о том, что происходит в фотографии, что происходило, что происходит, и рассказываю, почему нам нужно обращать на это внимание, чему мы можем этому научиться, почему это хорошая фотография или почему это может быть не очень хорошая. И таким образом формируем какую-то насмотренность и умение анализировать изображение. И поскольку я все еще продолжаю учиться очень много, потому что фотография бесконечно широка и то я всякий раз удивляюсь до сих пор тому что же там происходит и то как тот процесс обучения который я использую сам для себя я конечно же транслирую и студентам поэтому курс меняется тоже очень очень сильно есть еще один важный аспект обучения и того как я обучался я вспоминаю что мне очень не хватало какого-то диалога и какого-то комьюнити и мой главный диалог был с прекрасным документалистом и фотографом мчиславом черновым который мы с ним вместе начинали он очень много мне помог вначале но из-за того что он часто уезжал он очень много работал за границей у меня я прям четко видел что это такое когда мчислав в городе и у нас есть диалог и когда он уезжает делал дело прерывается и я остаюсь в каком-то вакууме где нет никакого пространства где я мог бы с кем-то коммуницировать и чуть позже к этому подключился роман пятковка но вот этот момент диалога с мчиславом для меня значит очень много и я запомнил что такое когда есть как какая-то какой-то комьюнити и потому в академии очень важной задачей стало формирование такого комьюнити мы все еще над этим работаем но она конечно же уже есть и после обучения во время обучения мы студентов группируем вместе у нас есть какая-то отдельная группа фейсбуке у нас есть или встречи отдельные и мы хотим чтобы студенты даже закончив учиться у нас как бы это формально да когда не прошли курс лекций они продолжали учиться в том общении в том кругу у студентов и выпускников которые уже были и иногда они вместе чтобы снимают вместе показывать вместе куда-то ездят это очень здорово и я очень хочу чтобы когда лекции заканчиваются студенты продолжали в этой среде находиться и сейчас мы уделяем этому еще больше времени я надеюсь что комьюнити будет расти бы нам пока не хватает из-за того что я так много внимания уделяю самому курсу я не совсем пока нахожу силы уделять внимание тому как например формирую как делать сами встречи и так далее уже выпускников но в принципе они справляются сами неплохо и все происходит так как нужно потому на данном этапе у нас есть вот такие вот важные вещи первое это курсы они как такие базовые технические так и те которые говорят о том вот что такое визуальный язык и как нам работать фотография как искусством мы формируем комьюнити делаем выставки делаем какие-то поездки кстати что тоже очень важно это не удается показе очень масштабным но мы периодически делаем какие-то выезды в другие страны с одной стороны практикуясь какой-то такой больше стрит фотографии но тем не менее стрит фотографии достаточно важный способ обучения базовым визуальным навыкам потому что там сразу же подключается работа из композиции с цветом и со светом и с моментом и с камерой и мне все еще кажется что стрит фотографии это очень хороший способ учиться фотографировать и кроме того что мы занимаемся такой фотографией прямо в поездках смотрим потом анализируем мы конечно же много ходим по галереям музеям и это прекрасный способ учиться к сожалению харьков пока нет возможности много смотреть выставок потому периодически есть но сейчас ситуация немного усложнилась поездками и в целом это очень интересно как повлиял как повлияла пандемия на то как стала жить наша академия потому что я всегда был уверен что мы абсолютно не готовы к онлайн и когда меня спрашивали из других городов те кто хотел нас учиться а можно ли как-то высоте забудет ли онлайн я всегда говорю да нет это не скоро ведь это так сложно но тут случилась пандемия и у нас как будто бы не осталось выбора и мы перешли в онлайн я вдруг осознал как это круто потому что если раньше была какая-то миссия изменения фотографическая ситуация в харькове то тут я понял что можно этим не ограничиваться потому что в моей первой группе онлайн были студенты из киева из львова из чернигова были также из берлина из парижа из вены из канады и тогда я понял зачем ограничиваться каким-то местом если все кто хотят найти свой язык хотят научиться фотографировать и мыслить иначе они могут присоединяться к нам и я думаю о том чтобы даже когда локдаун и все это закончится мы все равно будем учить онлайн с этих пор потому что мы можем влиять на куда более широкую аудиторию так что сейчас мы помимо того что у нас еще есть не небольшие оффлайн мероприятия мы активно развиваем направление онлайн мы привлекаем новых преподавателей мы учимся делать это так чтобы это было действительно удобно но пока я до сих пор не наткнулся на какие-то серьезные преграды и понимание того что онлайн чем-то нас ограничивает у меня нет что у нас какой-то совершенно удивительный новый формат и я надеюсь что что он будет работать когда я работал как профессиональный фотограф я не понимал что фотография может существовать отдельно от какого-то грубо говорят заказа да или какого-то посыла извне но при этом я постоянно как будто бы старался с камерой я снимал все и в какой-то момент я стал документировать жизнь людей с которыми я жил а я попал в студенческое обсижитие там поснимал что-то немного мне стало интересно как люди живут вместе и вот это такой был странный опыт что я что-то фотографирую но абсолютно не понимаю зачем и уже потом я понял что самые бесполезные мои фотографии оказались самыми важными самыми нужными и вот это ощущение бесполезности того что ты делаешь она в итоге стала для меня каким-то очень важным и я до сих пор один из советов которые я даю студентам это помнить о том что вам не нужен какой-то пинок изне что-то вроде заказа чтобы что-то снимали что очень важно помнить о том что вы сами должны фотографировать просто изучая мир вокруг и вот это понимание что фотографии это способ изучать мир и познавать его и делать что-то что что вы не делали до этого это очень важно и вот когда я стал фотографировать что-то для себя первое время не понимая зачем и мне очень повезло что в итоге появились люди которые мне сказали что вот это вот как раз то что и нужно делать вся эта коммерческая фотография которая занимает 90 процентов времени это не так важно как вот эти личные проекты я думаю что это тоже очень важная очень важный посыл который мы даем в академии что вы делаете свои проекты и мы будем вам помогать эти проекты дальше развивать потому что кроме того что мы делаем выставки мы показываем эти проекты каким-то куратором и куда-то возим то есть насколько это возможно дальше эти проекты транслировать миру мы мы это делаем и сегодня обучение фотография сводится сегодня это сделать намного легче чем это было раньше потому что информация становится намного больше кроме того что есть какие-то лекции в том же ютубе есть множество ресурсов например в украине прекрасный ресурс bird and flight где огромное количество прекрасных статей и уже только зайдя туда можно посмотреть что такое фотография сегодня да то есть можно не блудать по всяким странным фотосайтом bird and flight формирует прекрасную насмотренность у меня нет никакого списка ресурсов которые точно знаю что нужно смотреть это вот bird and flight это точно потому что он всегда под рукой но есть какие-то такие чаще всего не к сравнению на английском потому здорово что есть что то что что появилось у нас здесь абсолютно прекрасной книги одна из лучших книг который читал по фотографии это диалоги с андрик артибрессоном несмотря на то что такой классик многие подумают что он не имеет никакого отношения к современной фотографии но тем не менее тот подход который он озвучивает и его размышления не очень интересные и очень важны для того чтобы понимать что такое быть фотографом и конечно же есть такие книги как в сезон зонта к фотографии или камера лисида ролана барта на которые тоже часто ссылаются это что-то с чего приятно начинать обучение так что если обучаться самому я больше рекомендовал посмотреть туда если покажу работу некоторых студентов которые участвовали последние выставки и работы студентов могут быть отдельной лекцией потому что их очень много и там очень много интересного я выбрал какие-то моменты с последней выставки которыми для того что там было много студентов которые больше учились пятковки которые проекты с ним и были те которые больше работали со мной, мне легче говорить о тех, которые я знаю хорошо. И есть у нас студентка София Явланенкова, которая пришла в Академию и уже умея фотографировать, но она была на пороге того, что она бросит сейчас фотографию, из-за того, что тот фидбэк, который она получала от людей, которым она показала свои картинки, он был негативным и они говорили, типа, что я не понимаю, что ты делаешь, разве это искусство, это что-то непонятно, и она просто решила, что у нее нет таланта, и она не сможет ничего сделать, и потому, видимо, у нее был какой-то последний рывок, прийти в Академию, посмотреть можно ли что-то из этого сделать. А я когда увидел ее фотографию, мне сразу же это очень понравилось, это было еще не совсем понятно, что она хочет говорить, но то, что она очень здорово видит, это было очевидно с самого начала. И первое, что я и сказал, ни в коем случае не бросай фотографии, просто не показывай их тем людям, которые фотографии не разбираются, потому что это то, что может сбить с начала пути. И я до сих пор об этом часто вспоминаю, потому что, наверное, есть множество людей, которые делают удивительные вещи, но показывают их людям, которые этого не понимают. И София, один из ее проектов, он был связан с депрессией из-за расставания со своим молодым человеком. Это была достаточно болезненная история, написала ему письма, она эти письма накладывала сверху на фотографии. И с одной стороны, это такая меланхоличная серия, и с другой стороны, она чертовски красива и очень чувственна. И мне очень нравится этот проект. Но в других проектах она также копает вот в какую-то такую свою меланхолию. И это часто исследование собственного тела, отношений с противоположным полом, сексуальности. И последний проект, который был на выставке, он тоже был связан вот с этой, с каким-то депрессивным мироощущением. Она фотографировала себя и фотографировала через пустую бутылку вина. То есть у нее был какой-то затерной период депрессии, связанный с тем, что с ней рядом всегда было вино. И в какой-то момент она стала через эту бутылку тебя фотографировать, и это выглядит чертовски красиво, очень абстрактно, очень необычно. И опять-таки, как и прошлый проект, это такой очень сильный экскепсионизм. Не столько физический, сколько душевный. Мне очень нравится, когда фотография используются для какого-то личного, для какого-то погружения в себя и изучения личных тем. Вот София один из таких примеров. Другой совершенно иной пример, это работа Аллы Брыковой. Она фотографирует... Это что-то ближе к документальной фотографии. Она изучает то, как в Украине относится к незрячим людям. Это достаточно личная история для нее, потому что ее сын незрячий. Она переехала в Харьков, потому что здесь есть школа, которая работает с незрячими детьми. В какой-то момент она осознала, что Украина совершенно не готова к работе с незрячими. И она переехала сейчас в Польшу, где она продолжает это снимать, потому что в Польше есть школы, есть заведения, которые и работают с детьми незрячими, и в целом их общество куда более к этому подготовлено. И в своей документальной фотографии она с одной стороны фотографирует своего сына, с другой стороны она в целом размышляет на тему того, насколько адаптировано общество к инклюзии и к работе с незрячими детьми и общению с незрячими людьми в целом. И эта тема, которая для нее очень личная, потому она будет ее продолжать и продолжать, я уверен, с разных сторон. Мне очень интересно посмотреть, куда это будет развиваться дальше. Еще один проект интересный, это серия фотографий Лены Двуглавовой, которая фотографировала себя и своих друзей в разговорах в скайпе и в других мессенджерах во время пандемии. Поскольку фотографировать было нельзя привычным способом, она адаптировалась таким образом, что она фотографировала, делала скриншоты скайпа и из-за этого получались совершенно удивительные вещи. И Лена тоже часто работает с темой собственной сексуальности, хотя у нее, несмотря на то, что она часто приходит к работе с телом, у нее очень разные фотографии и очень разные проекты, но вот это такой достаточно злободневный и очень красивый. Мне еще очень нравится, что многие студенты абсолютно не гнушаются работы с какими-то очень простыми техническими решениями, типа скриншоты в скайпе или фотографировать на мобильный телефон. То есть нет какого-то пиетета перед хорошими камерами, высокими технологиями. Мне кажется, это все очень сильно... Мне кажется, это все резонирует с тем, что делала Харьковская школа фотографии еще тогда в 70-е и 80-е. И то, что сегодня картинка тоже может быть некачественной, но в этом есть определенная эстетика, это очень интересно. Хотя, конечно же, это не то, что мы транслируем как метод, который должны использовать все. Каждый сам для себя решает, должна ли его картинка быть очень хорошо снята или это можно сделать просто какими-то скриншотами. Ну вот Лена показала, что можно не выходя из дома и даже не беря в руки как камеру делать прекрасный проект. Вот еще студентка Виктория Рихолед, которая делает очень разные и очень интересные проекты. И однажды я даже встретил ее фотографию на ярмарке Парифото в Париже. И я был очень рад и очень удивлен, потому что, ну, например, у меня не было выставки на Парифото. Вот у Виктории ее фотография там уже была. И это очень круто. В целом, размышляя фотографии, поскольку я пришел к тому, что фотография это не способ что-либо утверждать, а способ познавать мир и узнавать себя, то я всякий раз возвращаюсь к вопросу, чему меня фотография учит. И один из ответов это тому, как она учит принимать то, что дарит реальность. Потому что это удивительно, ведь фотография это одно из немногих, один из немногих видов искусств, может быть, даже единственный, который очень тесно сотрудничает с реальностью. Мы ведь не всегда можем реальность перед нами как-то интерпретировать, как-то выставить. Более того, мне очень нравится, что фотография способна работать с вот этой реальностью не срежиссированной. И умение принимать случайность и не бояться случайности это очень важно. И вероятнее всего апогей урока, который случился со мной благодаря случайности, это не столько акт фотографирования, который уже не раз меня подталкивал к этим размышлениям, а опыт потери всего своего архива, который случился из-за того, что у меня сгорел Винчестер. Потеряв свой архив и пересмотрев то, что получилось, когда я его восстановил, я увидел, что все фотографии, почти все фотографии уничтожились. Но уничтожившись, они раскрасились в разные цвета, наложились друг на друга. И первое время я не был готов это воспринимать, потому что сначала было ощущение того, что я что-то потерял. Но чем больше я это смотрел, тем больше я понимал, во-первых, что это невероятно красиво, во-вторых, что в этом так много каких-то слоев и каких-то интересных коннотаций, которые изначально я в эти фотографии не вкладывал. Но как только там появились какие-то сложные, коллажные решения, какие-то невероятные цвета, из-за того, что фотографии стали лучше работать друг с другом вместе, даже если они из совершенно разных периодов и самых разных съемок, то, как рядом становится коммерческая фотография или какой-то репортаж с чем-то более интимным или с каким-то художественным проектом, это вдруг все смешалось в удивительную историю. Более того, она стала достаточно близка к Харьковской школе фотографии, потому что они ведь тоже раскрашивали фотографии, они делали коллажи, но совершенно другими способами. То есть это как будто бы новая реинкарнация Харьковской школы фотографии. К тому же у одного из представителей этого направления Олега Малеванова когда-то сгорел архив и он из этого тоже сделал выставку. То есть я вдруг осознал, что вот эта потеря и эта случайность, которая могла обернуться трагедией, на самом деле не трагедия, а находка. И только взглянув на это иначе, можно увидеть в этом очень интересный художественный проект. Фотография, она во многом о том, как смотреть на вещи иначе. И я думаю, что это как раз то, чему бы мне хотелось учить. Смотреть с помощью фотографии на мир иначе. Смотреть с помощью фотографии на мир иначе. Смотреть с помощью фотографии на мир иначе. иначе. Смотреть с помощью фотографии на мир иначе. Продолжение следует...